А я еду на свидание. Ну, как на свидание? Не просто свидание, а такое подготовленное свидание. Кстати, у меня, как вы, наверное, заметили уже на канале, придумано рабочее название. Квартирный вопрос или давай поженимся. Вот такая вот вещь. И сейчас как раз вот это вот будет второе свидание, скажем так, как раз 100% совпадает с тем, о чем я хочу говорить. То есть мы будем выбирать квартиру, мы будем подбирать квартиру под этого человека. И как это получается, свидание, не свидание? То есть мы знакомы уже полгода, опять же, по переписке, по смс-кам, по заказам даже, скажем так. Но это, наверное, в первый раз у меня такой типа служебный роман. В первый раз, да, это совершенно точно. Но я шла на это сознательно. Ну, как сознательно, опять же, тоже сложно сказать, сознательно ли я на это шла и насколько это может быть сознательно в плане завязывания отношений. Но я вам о нем обязательно расскажу. Вот здесь я хочу сказать просто о мужчине. Смотрите, я его еще не видела, я только еду. Это видео будет отдельным кусочком, да, до и после. Вот такие у меня иллюзии, да, об этом человеке. Я примерно видела, ну, я видела его фотографию, поэтому я примерно представляю, кого мне ожидать. И вот сейчас, да, тот момент, момент X, когда мы встречаемся. Я скажу так, вопрос подготовки, да, то есть мы, в принципе, к встрече готовы. В том плане, что мы знаем друг о друге достаточно много. И уже вот сейчас это сознательный выбор. Человек едет не с целью со мной познакомиться. Это как второе. Вторая причина. Человек едет на покупку квартир. Вот здесь как раз сам проект, да, квартирный вопрос, или давай поженимся. Он достаточно сложный, и ситуация будет сложной и неоднозначной. Потому что мы уже говорили о каких-то планах, там, на выходные, даже на неделю. То есть куда-то съездить, что-то посмотреть, как-то развлечься. Что чему может помешать. То есть квартирный вопрос может помешать личным отношениям, или личные отношения могут помешать квартирному вопросу. Что касается квартир под этого мужчину, вот здесь вот как раз будет очень интересно. То есть я буду смотреть квартиры конкретно с этим человеком, и вы будете это видеть, я буду вам об этом говорить. То есть какие квартиры нравятся этому человеку. Что эти квартиры говорят об этом человеке, о его характере, о его вообще предпочтениях, то есть об его отношениях, опять же, к тем же самым вложениям, инвестициям, о его планах на будущее. Вот здесь как раз, наверное, моя профессиональная деятельность мне поможет быстрее определиться, правильно? Я сейчас себе ставлю четкие цели, четкие задачи, первое впечатление. То есть при первом впечатлении говорим только о человеке, о нем, о его проблемах, о его желаниях. На первом свидании стараемся понять и услышать, что это за человек, и вообще стоит ли продолжать, стоит ли открываться, стоит ли открываться и в какой степени. Может быть, после первой встречи как раз вот нужно 4,7 секунд, 4,7 секунды для того, чтобы понять, будем ли мы иметь дальше отношения, деловые отношения с этим человеком. Ну, во всяком случае, смотрите, на деловых отношениях остаться проще, как бы там ни было, а перейти в личные, посмотрим. То есть достаточно ли этих 4,7 секунд. Но об этом мы всегда говорим на курсе по влиянию и убеждению, который вот набор я сейчас буду делать на следующий месяц. Все, а я еду в аэропорт и сейчас немного включу вам дороги. Ну, встретимся в следующем видео, да, смотрите меня, ставьте лайки, комментируйте, помогайте, чем можете, потому что я знаю, что наш общий опыт, он быстрее сориентирует, быстрее мне, быстрее как бы, да, мозг вставит, мозг вставит, да, или голову промоет. То есть, ребят, что вы думаете по этому поводу? Для меня ваше мнение очень важно. И пишите, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Каждую среду будет выходить одно видео из проекта «Квартирный вопрос» или «Давай поженимся», где я совершаю свидание вслепую, ну, а любое свидание в первый раз оно вслепую. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, со мной, сильно меня не тролльте. Я человек достаточно адекватный, но проект для меня новый, мягкая ниша, вообще для меня это такой какой-то новый эксперимент. «Квартирный вопрос» Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.